Теперь мы рассмотрим мат ферзем. При матовании ферзем король слабейшей стороны может быть пленен только на краю доски или в углу. Поэтому годятся те же методы, что и при матовании ладьей. Однако ферзь фигура более боеспособная, поэтому мат может быть достигнут гораздо быстрее. Посмотрим на типичные заключительные позиции при матовании ферзем. Король черных загнан в угол. Так же, как и при матовании ладьей, здесь необходима помощь короля, которому отводится роль сторожа. Король белых стоит таким образом, что существенно ограничивает передвижение соперника, а белый ферзь объявляет ему мат. Обратите внимание, что нахождение королей в оппозиции уже не является обязательным. На этой диаграмме ферзь черных объявил мат белому королю. Деваться ему некуда. Все поля вокруг контролируются неприятелем. На этой диаграмме демонстрируется другой тип матовой позиции. Король слабейшей стороны заматован ферзем, защищенным с тыла своим королем. Аналогичная ситуация в случае, если король находится не в углу, а прижат к краю. Уже упоминалось, что ферзь, фигура, которая держит под своим контролем большое число полей. Поэтому чаще возникают патовые ситуации, что весьма существенно. Давайте посмотрим на несколько типичных патовых позиций, которые надо иметь в виду в процессе матования ферзем. Здесь должен быть вход черных. Но фигуры противника расположились таким образом, что королю пойти некуда. Вот взгляните на эту позицию. Пат. Ничья. И последнее. Здесь король белых стоит в углу. И все три поля, на которые он мог бы сделать вход, контролируются черным ферзем. Рассмотрим пример матования короля ферзем и королем сильнейшей стороны. Допустим, во время игры у нас сложилась такая ситуация на доске. Черный король стоит в центре доски. Помним, что задача белых загнать его в угол или на край доски. Ферзь белых выдвигается на поле d3. Король черных делает ход на поле e6. Король белых идет вслед за своим ферзем на поле e2. Черный король делает ход на поле e5. Белые встали таким образом, что черный король ограничил передвижение вот таким сектором доски. Король белых делает ход на поле f3. А черный король, не выходя за рамки оставленного ему треугольника, идет на поле e6. Белый король, выполняя свою роль сторожа, сделал ход на поле f4. А черный король встал на поле f6. Это его последнее прибежище на этой горизонтали. Ферзь дождался, когда белый король продвинулся настолько, что успешно держит противника, пошел в наступление. Из поля d6 объявляет шаг черному королю, который, естественно, перемещается на седьмую горизонталь. Белый король подтягивается ближе к противнику. И черный король вынужден еще больше продвинуться в угол. Обратите внимание, если сейчас ферзь белых сделает ход на поле f6 и объявит шаг королю черных, он может пойти на поле g8. И после хода белого короля на поле g6 возникает патовая ситуация. Поэтому седьмой ход сделаем следующим образом. Ферзь белых с поля e7 угрожает черному королю, и он уходит в угол. Здесь следует опасаться еще одной возможности патовой ситуации, которая возникает, если ферзь белых пойдет на поле f7. Поэтому пойдем королем на поле g6. У черных единственный ход на g8, и белый ферзь встает в уже знакомую нам позицию и объявляет мат черному королю. Обычно достаточно не более десяти ходов для достижения мата. В отличие от ладьи, ферзь способен сам, без посторонней помощи, загнать короля в угол доски. Обратите внимание, только загнать, но не замотовать. Ферзь все время должен становиться на расстоянии хода коня от неприятельского короля, из-за чего последний вынужден отступать. Попробуйте сами оттеснить одним ферзем черного короля на край доски. Подскажу вам, что первым может быть ход белого ферзя на поле d7. Примотование двумя слонами действует по тем же принципам. Сильнейшая сторона стремится ограничить подвижность неприятельского короля, а он, в свою очередь, старается как можно дольше оставаться в центре. В оттеснении короля должны участвовать все три фигуры, оба слона и король. Причем мат можно поставить только в углу или на соседних с ним полях. Таким образом, мат может быть вынужден всего на 12 полях доски. a1, a2, a7, a8, b1, b8, g1, g8, h1, h2. Посмотрите на типичные заключительные позиции при матовании двумя слонами. Один слон атакует неприятельского короля, другой отрезает ему путь к отступлению. Король также препятствует отступлению короля противника. Все поля, на которые мог бы сделать ход черный король, находятся под боем. На этой диаграмме также один слон с поля f5 наступает, другой с поля g7, а также король f7 отрезают путь к отступлению. Обратите внимание на расположение короля белых. Это относится к ситуации и в предыдущей диаграмме. При матовании он должен обязательно находиться на расстоянии хода коня от углового поля. Без соблюдения этого правила мат невозможен. На этой диаграмме белый король уже загнан почти в самый угол. Черный король, здесь представитель сильнейшей стороны, занял одно из ключевых полей c2, то есть находится на расстоянии хода коня от углового поля. Слон черных идет на поле d5 и нападает на белого короля, у которого есть только один возможный ход на поле a1. Тогда слон b4 делает ход на поле c3 и объявляет мат белому королю. Как видите, соблюдены все формальные условия мата. Король белых стоит на угловом поле. Король нападающей стороны находится в ходе коня от угла и, следовательно, контролирует поле b1. Один слон нападает, а другой сторожит отступление белого короля. Здесь белый король уже в углу, но черный еще не занял ключевого поля. Если он попытается сразу захватить одно из них, то белым пад. Действительно, белому королю некуда пойти. Все поля находятся под боем противника. Возможен другой вариант развития событий. Черный слон делает ход на поле f4 и освобождает ключевое поле для черного короля. Белый король ходит на g1. Король черных встает на расстояние хода коня от угла на поле g3. Белый король возвращается в угол, поскольку больше никуда он пойти не может. Слон h3 делает ход на g2 и угрожает королю. Король белых снова встает на поле g1 и слон с поля e3 объявляет ему мат. Как и в рассмотренных ранее окончаниях, сильнейшая сторона и здесь должна остерегаться пата. Эта опасность наступает, как только одинокий король оказывается оттесненным на край доски. Посмотрите на типичные патовые ситуации. Черному королю здесь некуда пойти. Еще одна патовая ситуация. Черный король прижат к краю доски. Он не может сделать ход. Все свободные поля вокруг него контролируются противником. Вероятно, играющий сосредоточился на том, чтобы лишить противника пути отступления и забыл, что для последнего хода необходимо оставить неприятельскому королю хотя бы одно поле. И такая типичная патовая ситуация. Обратите внимание, здесь не выполнены формальные условия мата, о которых мы говорили раньше. Например, король белых не в углу или на соседнем поле, а черные заняли позицию, при которой не оставили возможности ни одного хода белых. Попробуем теперь дать мат королем и двумя слонами. Поскольку черный король стоит в углу, белые могут сыграть начало следующим образом. Слон на d3. Король черных отвечает ходом на g7. Слон с поля c1 приближается к неприятельскому королю ходом на g5. Король несколько отодвигается от него на поле f7. Слон с поля d3 делает ход на f5. И черный король уже оказывается отрезанным на небольшом участке доски. Если бы черный король в начальном положении стоял в центре или хотя бы на краю доски, белые бы приблизились своим королем, а затем с помощью слонов по возможности теснили бы черного короля. Игра может продолжаться следующим образом. Черный король идет на поле g7. Король белых выступает на поле f2. Поскольку мат черному королю можно дать только в углу, белый король должен достигнуть шестого поля одной из двух крайних вертикалей или же горизонталей. То есть в данном случае одного из полей h6, g6, f7 или f8. Продолжаем. Следующие три хода. Белый король продвигается к намеченной цели, а черный ходит по доступным ему полям на седьмой горизонтали. Король черных стоит так, что белый не может встать на шестую горизонталь, так как нужное поле контролирует черный король. Слон ходит на поле g6, и черный король вынужден отступить на восьмую горизонталь. Белый король достигает цели, встает на поле h6. Теперь белым нужно выгадать время и пойти одним из слонов так, чтобы заставить черного короля отступить. Слон идет на поле h5, и у черного короля есть единственный ход на поле g8. Другой слон идет на поле g7, и загоняет короля черных в угол. Теперь слон белых должен занять такую позицию, откуда он мог бы на следующем ходу, когда король черных вернется на g8, дать шаг по диагонали. Слон делает ход на поле g4. Король черных возвращается на g8. Слон идет на поле e6 и объявляет шаг королю. Тот скрывается на поле h8 и получает мат от слона, сделавшего ход на поле f6. Чтобы дать мат, белые затратили 14 ходов. Вообще, из любого положения на это нужно менее 30 ходов. Почему мы начали изучение с заключительной стадии шахматной игры, с так называемого эндшпиля? Каждый начинающий должен прежде всего знать, к чему, каким типичным, часто встречающимся и изученным позициям должен стремиться игрок. Знать, каким образом он сможет трансформировать свой перевес в победу или нейтрализовать ситуацию в случае преимущества противника. Мы познакомились с вами с рядом элементарных окончаний. О некоторых других мы поговорим дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok